День пожилых людей отметят 1 октября по всему миру. В Приморье на сегодняшний день проживают 550 тысяч пенсионеров. Специально для них на следующей неделе стартует форум товаров и услуг для людей пожилого возраста. Полезно пенсионерам. Подробнее о форуме расскажет гость нашей студии, организатор, директор автономно-некоммерческой организации Центра «Родные люди» Наталья Кохарева. Наталья, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что будет происходить на форуме, почему туда стоит прийти пенсионерам? Ну, этот форум проводится второй раз. Мы очень рады, что наконец-то на него обратили внимание, и мы можем рассказать о нем более публично. Этот форум направлен непосредственно на категорию «Старшее поколение». Мы планируем там серьезную культурную программу, это фестивальная часть. Со всего Приморского края приедут творческие коллективы, которые покажут свое творчество. Далее у нас планируются мастер-классы по различным тематикам. Это, опять же, форум «Пенсионер для пенсионера». Дальше мы планируем провести выставку, вот с чего вы начали, выставка товаров и услуг для пенсионеров. Мы говорим о том, что это, к сожалению, пока еще не развитое направление, но мы пытаемся что-то сделать. И будут у нас консультационные площадки, стандартные для того, чтобы пенсионеры могли в одном месте получить консультации по различным вопросам. Мы по соцобслуживанию, по пенсионному фонду и по земельному законодательству, потому что много будет территорий, которые краевые, в которых сельхознаправление является ключевым. Особенно мне бы хотелось сказать, что именно в этом форуме, в этом году у нас поступил запрос, и многие дети дарят своим родителям гаджеты современные, но не все родители умеют ими пользоваться, и у нас нет времени им объяснить. Мы их приглашаем со своими гаджетами приходить, и мы обязательно расскажем, как ими пользоваться. Также мы будем открывать странички в социальных сетях, помогать, вот поэтому у нас большое количество партнеров в этом году, соорганизаторов, поэтому мне бы хотелось, чтобы, конечно, все приходили и уже были готовы к тому, что там будет на площадках. Это будет с 10 утра, поэтому в течение всего дня можно будет свободно передвигаться по площадке, программу мы анонсируем, программа будет распечатана и выдана непосредственно на самой площадке, поэтому каждый сможет по своему направлению, по своему желанию выбрать то место на форуме, которое ему больше нравится. Я знаю, что будет еще ярмарка вакансий для пожилых людей, да? Да, ярмарка вакансий — это тоже новое направление. Вот мне хотелось бы отметить, да, что у нас сейчас соорганизаторы, хорошие соорганизации пенсионеров в России, вообще это мероприятие сейчас, благодаря тому, что мы такую глобальную проблему, вот впервые, когда мы его делали, мы для себя заявляли такую глобальную проблему. Для чего это нужно, да? Вот. Это нужно для того, чтобы мы изменили отношение к старшему поколению, для того, чтобы мы показали их не как обузу и бремя, да, как созидательную силу активных и достаточно еще энергичных, и тех людей, которые могут еще сделать много чего полезного. Поэтому… Главное, у них есть знания, опыт. У них есть знания, у них есть опыт, у них есть еще энергетика такая, которая, знаете, не каждому еще дана. Поэтому мы, конечно же, хотели бы, чтобы это было для них полезно. В первую очередь сделать так, чтобы они могли себя самореализовать на площадке, чтобы они смогли получить полезную информацию, которую они не могут, не все пользуются, умеют интернетом, да? Далее, очень важный момент – это выставка товаров и услуг. Это не… Мы хотим, чтобы она стала большой. В этом форме она не будет огромной. Ну и у нас и площадка «Фескохол», да, такая… То есть все пройдет в «Фескохоле» 3 октября с 10 утра. Ну что ж, приходить обязательно будет интересно.